Разбор полетов Сборник слабоумия и отваги в одном крошечном сюжете. Давайте посмотрим. Исход для любого здравомыслящего гражданского мотоциклиста очевиден. И я бы даже не стал разбирать этот ДТП со смертельным исходом, если бы не одно «но». Небольшой пост, посвященный этой аварии, который набрал кучу лайков и репост. Давайте вместе с вами глянем этот пост. Там просто автор допустил несколько неточностей в своих выводах. Но слава Гаву, я здесь, и мы сейчас все исправим. Самая ценная для нас человеческая жизнь. Не поспоришь. Здесь вы увидите отрывок погони, как погиб мотоциклист, пытавшийся скрыться от ДПС. Тут уже в этой фразе такое впечатление, что как будто бы мотоциклист какой-то герой сказочный. А ДПС, ну типа Кащея, Бессмертного или Дракона, которым этот несчастный, отважный мотоциклист противостоит. Дело все в том, что сотрудникам было просто наплевать на жизнь парня. А интересно, этому сказочному герою было не наплевать на свою жизнь и жизнь окружающих? Я думаю, многие слышали, как в основном заканчиваются погони за мотоциклистами. Тем более уж при плохой погоде. Да, многие слышали, как заканчиваются вообще гонки на мотоциклах, на допах. А тем более при попытке уйти от ДПС. Интересно, а этот сказочный герой об этом слышал? И тут я хочу поговорить с вами и понять, не свихнулся ли я. Я один считаю, что произошло умышленное убийство. Если бы этот сказочный герой уколбасился, допустим, в маршрутку, в которой сидели люди, и кто-то бы погиб. Я подназначен считал бы это умышленным убийством. И если бы он остался жив, я бы хотел, чтобы его посадили пожизненно. Итак, в ночь четверга на пятницу Артем Андрей, его звали Андрей, пытался скрыться от сотрудников, потому что у него не было водительских прав на мотоцикл. Да, он заслуживал штраф. Да, его могли посадить, но не более. Так, у человека не было прав, у человека, возможно, не было документов на мотоцикл. Да, скорее всего, ему грозил штраф, либо его могли посадить, если бы он остановился, не подвергая свою жизнь, жизнь ДПСников и жизнь окружающих опасностей. Тут согласен, да. Помню, когда-то и сам уезжал от ДПС, не имея прав. Разве у вас не было таких моментов? Ну, поверь, тут нечем гордиться, и если ты решаешься на такой шаг, то ты должен понимать, что если ответственность тебя настигнет, то не стоит плакать, сопельки свои вытирать и говорить, как так? Как же так? Я всего лишь нарушил закон, и почему-то меня хотят наказать. Все могло обойтись и без жертв, продолжает автор. Если бы ДПС проявили себя компетентно и профессионально, не создавая аварийных ситуаций. Причинно-следственные связи. Как в твоей голове укладывается это? Кто тебе насрал в голову? Чувак, долбоклюв, не имея документов на мотоцикл, не имея документов на право управления этим мотоциклом, садится на сраный мотоцикл, выезжает зимой, уже подвергая себя и окружающих опасности. Вот так вот показывает копам, идите нахуй, и устраивает гонки с ним. И, блядь, копы некомпетентны. Если ты обосрался, нечего винить всех вокруг, что они закрывают нос и говорят, воняет. Нужно было понимать, что парень может разбиться, но нет, они устроили стритрейсинг в три харри. Сука, полностью с тобой согласен. Долбоклюву нужно было понимать, что он может разбиться, что он может кого-нибудь убить. И не устраивать этих гонок. Вместо того, чтобы объявить план перехват или проследить за ним. Во всем городе на каждом углу установлены камеры наблюдения. В чем составляла сложность вычислить парня? Итог. Артем погиб. Андрей. Его звали Андрей. Врезался в попутный едущий автомобиль. У него даже не было шанса увернуться или отормозиться. Наверное, копы виноваты. Перерезали тормозные шланги и специально ему заклинили рулевую колонку. Вот гады. Возможно, он испугался штрафа, грозящего ему и уже не мог остановиться. Точно тебе говорю, копы перерезали тормозные шланги. Но сотрудники, где ваш разум? Зачем устраивать сафари за парнем? Человека больше нет. Зато у него есть номинация на премию Дарвина. Спи спокойно. Мы за твое имя повоюем. И вот это вот мы повоюем. За что ты собрался воевать? За то, чтобы подобные ему долбоклювы рисковали моей жизнью и моих близких? Так я против. Чтоб таким упыркам даже не выпадал шанс получить возможность выезжать на дороге общего пользования. Друзья, прошу максимальный репост, чтобы погибшего мотоциклиста не сделали виноватым. А шансы такого исхода велики. Нужно достучаться до СМИ. Не дать спустить дело на тормоза. Разумеется, это только мое мнение. Это точно. На тормоза в такое отпускать нельзя. Нужно как можно больше клеймить и вбивать им в голову. Вы тупорылые уроды. Рискующие не только своей жизнью, на нее насрать. А моей жизнью, моих друзей, моих близких и возможно моих родственников. Собственно говоря, вот такой вот постик. Еще хотел бы обратить ваше внимание на комментики, которые постоянно появляются под подобными постами. Они звучат примерно вот так. Но это же наш мотобрат. Мы все равно должны быть за него горой. Друзья, а мне подобное не брат. Ничего, кроме презрения к подобным, испытывать не буду. И вам, ради вашего же блага, не советую. А на сегодня все. Берегите жизнь и здоровье свои и тех, кто окажется рядом. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова